Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Ладно, теперь по-нормальному Это все вырежем Ага, конечно, три минуты вырежем Нет, пожалуйста В общем, друзья, все, хватит спорить В общем, давайте начнем с футбола Что обсудим из футбольного А, вот, например, Саня Кокорин Готовится перейти в Спартак Не обязательно, может перейти в Зенит Либо локолотист А ему именно в Зените В Зените ему место Тихо Руководство локомотива отказалось от Кокорина Так Так, зачитаю новость Санкт-Петербург, 29 июля 2020 года У нас никогда такого не было Регнум, трансферный комитет Московского локомотива Отказался от кандидатуры 29-летнего российского Дебила Зенита Александра Кокорина У него есть форма с Кокориным Александра... Кокор... Ой Кококорин Тихо Контракт Кокорина с сине-бело-голубыми Истекает в конце месяца С голубыми надо было только сказать Ау, май Свет отражает сущность Что вы об этом думаете? Я думаю то, что им правильно сделал локомотив, то что отказался от этого форума Я шучу, я шучу, я шучу Я не надежу его Мне нравится Кокорин, лишь-то мне Локомотив топ-клуб, поэтому он... Локомотив говно! Локомотив Да не выражайся такими словами Мы это вырежем Нет, конечно, ты идиот Нет, тогда... Я... Убрал уроку Я ухожу Спортру Это... Ой Это что-то Да, Матвей, нет Так, Спортру У нас сегодня хаосный выпуск, друзья Нет, ухожу Все, Матвей, нормально все будет Так, новости Фото Краснодар подписал... А, просто... С Игорем Смольниковым Ну... Ну... Он... Мне кажется, что Смольников должен был вернуться в Краснодар, потому что это его бывший клуб И он заканчив... Скоро закончил карьеру, но поэтому мне кажется, что он правильно сделал В принципе, да, мне так тоже кажется, что правильно сделал А Зенит же разорвал контакт с Олей Ишатовым Тихо, хватит, извините Ну, это хорошо Пусть он в Краснодар возвращается Кстати, тоже, да Это же его... Ну, тоже бывший клуб, он в аренде играл Ну, да Теперь давайте о Спартаке поговорим Подождите А тут... Жазамурили Ну, кстати, пацаны Спартак 1 августа представит новую форму Что вы на счет этого думаете? Я уже перебираю разные варианты У меня почему-то самые явные Это будет такая же форма, как в этом сезоне Только монотонная полоса будет И еще третий Я не такая будет? Нет, он его представит Я хочу Зениту посмотреть новую форму Она будет такая же, как и в этом сезоне, мне кажется Серьезно? Ну, мне кажется, что вообще ни у кого Сила ФРПЛ особо форма не поменяетесь А мне кажется, это же Зенит За исключением Ахмата, возможно Они же там тоже запустили какой-то конкурс, что ли Ладно, Илья у нас лазит Я его вроде скачивал где-то Я играл Неймара в нем А я играл в нем Лукаку А он играл великого господина Замечательного Зеболотного Это величайший футболист Лукаку Лукаку Это кто? Ладно, это шутка Я знаю, кто такой Ромело Лукаку Он за Эвертон раньше играл Сейчас Играет за Интер Да, и раньше У нас никогда такого не было, что мы все фигачим с этого, со спортсрудой и в целом с сайтов-то Это как-то странно Так, давайте в Яндекс Зайдем Вот что значит, когда нету Кирилла Краснодар объявил о возвращении Смольника Ну мы об этом уже разговаривали Потому что дефицит тем сегодня Бывший Густаков Бывший Так, что Вот, 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 вот Так, ну Сорокович Так Бывший гендиректор Химок рассказал в подробностях о подробностях своего увольнения. Вообще пофиг. Мне вообще все равно. Наверное, он обиделся, что просрали Зениту и такие... Да это такой матч ужасный был. Просто видели, как молком там упал. Это он просто сам упал. По ногу, куда-то, куда-то туда. Выставил за 20 километров и еле-еле зацепился. Я могу сказать, что Химки обязаны подать на переигровку. И, блин, в последний момент вы видели... Нет! Химки, вот если бы вы видели последнюю 95-ую минуту матча... Согласюсь. Тогда Данилкин просто головой ударил... Ты знаешь, кто это такой, вау. Он в штангу попал и пипец. Если бы левее чуточку было, когда... Тогда бы Зенит похоронили. Да. Сзади нормально, придурка. Сейчас Даниль может вставить мем... Зенит похоронили. Нет, я вставлю другой мем. Коротко о матче Зенит-Спартак. Это лучший мем, который я видел в жизни. Я его даже на статус ватсапе выставляла. Нет, серьезно, можно... Интересно, есть такой... Ну ладно, нет такой мема. Можно сделать вот этих, смонтировать... Как его... Ну вот эти, которые гроб несут, можно им написать химки и в гробу написать Зенит. Такой мем вроде про какой-то клуб есть, кстати. Да, вроде. Ладно. У него красивый телефон, да? Нет, это мой второй телефон. Ну да, естественно, это второй. Наступил в говно. Это интересная новость, и давай ее обсудим. Смотрите, это новость дня. Матвей взял, пошел и наступил в говно. Ладно, так, дальше. Ладно, друзья. Глушаков отклонил предложение Ахмата продлить контракт с Кубер. А куда Глушаков будет деваться? ФНЛ! Ладно, он поедет. Лег в ПФЛ. Его некуда. В Динамо Ставрополь ему самое место. Да, да, да. Мы, кстати, хотим снять на выезд с Матвеем, типа как на выезд на матч с Динамо Ставрополя. Мы будем болеть... Давай, говно. Мы будем болеть за Динамо Ставрополь в матче против ФК Ессентуки. А, кстати, вы помните, Ессентуки всего с одним игроком заявки подали в ПФЛ заявочку. Ее приняли, между прочим. А как они будут играть в футбол? Как-нибудь найдут. У них же бюджет будет маленький. Один доллар. Все, ладно. Друзья, как вы помните, на этой неделе я говорил, что если будет «Давайте поговорим», то будет он со звездным гостем. Ну что ж, пора его вводить. Итак, это один из самых уважаемых телеисториков Ютуба. У него пять с чем-то тысяч подписчиков. Встречайте, Сергей ВТВ. Добрый вечер всем. Ну, или добрый день, я не знаю у кого как. У меня уже вечер. И вот сегодня меня пригласили ребята посниматься в этой программе. А можешь камеру включить? Вместе со всеми пообсуждать новости. А можешь камеру включить? Да! А, камеру сейчас, погодите. Ты хочешь повторить сюжет того выпуска прошлого, где крышка всемогущая? О, вот так вот. Это конечно хромя новая, да еще и я в этих больших наушниках своих. Но по-другому меня никак не поснимаешь. Так, итак, да, вот действительно проб, что это Сергей, что он снимается вместе с нами. Илья, чуть-чуть подвинься и поставь сюда телефон, я на превьюшку эту фотку, эту фотку я на превьюшку заскриним. Все, фотка на превью готова. Ну, теперь... Надо было ее сделать. Ладно, я в ножницах обрежу. Или где-то там. Блин. Опять небольшие паузы. Знаете, ребят, эту фотку мы просто снимаем через стернии. Я не знаю, какие испытания нам только мы не переживали. Сначала одного не отпускали, потом одному не разрешили. Потом еще что-то было. Боже, я не знаю, как мы вообще собрались-то вместе. А теперь вообще проблемы со связью. Лен, у тебя хорошо слышат. Конечно, блин. Конечно, блин, Ставрополь связь с лугой в Нижегородской области. Естественно, связь долго будет идти. Тебя идеально слышно вообще? Ну да. Ну, мне тоже, в принципе, нормально все звуки слышно. Конечно, может, эхо. У меня комната, потому что довольно пустая здесь. Ну что ж, давайте обсуждать новости. Какие? Нибудь. Какие-нибудь. Какие-нибудь. Я не врубаюсь, так что, Даниэль, начинай. Эм, 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 эм. Давайте-ка я лучше предложу новость. Давай. Вот, что вы думаете о закрытии YouTube-канала от Сарград ТВ? Почему его закрыли? А, кстати, мне Даниэль рассказывал, что там что-то о Сарград ТВ. Ну, я даже не знаю. То есть, я как-то не особо хотел страйкать эту тему, просто потому что YouTube сейчас себя, ну как, вы знаете, он блокирует много каналов. И даже вот, знаете, Кирилла Телевидение недавно заблокировали. Нашего одного из лучших просто друзей. Я всегда видел, почему-то я сначала не понял, почему это произошло. Ну, вроде как, якобы из-за мошенничества какое-то, хотя сам он ничего не делал. Вот, бред какой-то. Соглашусь, зачем блокируют каналы? Ну, если это каналы по типу как у... Вот, типа, как у кого-нибудь, который снимает плохие видео, то... Ну, можно. Он городец. Я хотела... Пиар друга. Пиар его друга. Антона бы еще можно было блокировать, особенно за его выходки. Ну, наверное, знаете. Там даже за афилье было немного. Я ухожу из-за творога. Это уже давно известно. Всем пока. Так, все, ладно, хватит, хватит. Хватит. Я тебе сейчас... Прибил бы. Э, 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 убирай свои руки. Тихо, Матвей, все нормально. Матвей, я нас... Мы это все выражем? Нет, конечно. Нет, куда я ухожу. У нас выпуск, это как, ну, такой, типа, юморной же должен. Короче, ладно. Мы, если что... Короче. Так что? Продолжаем. Давайте какую-нибудь любую новость еще... Давайте о чем поговорим? Мы сейчас что будем строить? Ну, наверное, телеисторию, я думал. Ну, да, телеисторию, естественно. А может, ютуб что-нибудь? Нет. Так что по телеистории еще, Даниэль? Ты же знаешь новости. Или секей скажи. Так что про Сарград я уже сказал, и лично я считаю, что это просто, опять же, политика всей нашей власти на ущемлении СМИ. Сарград же считался свободным телеканалом, так сказать, который обозревал новости в том ключе, что против власти или как там, ну, короче, новости по-честному. Ну, сначала их, не помню в каком году, открыли в теле. В 2017 году, 30 ноября вроде бы. Я могу... Да, точно. Ошибаться. Ну, примерно в это время, я и говорю. Он один из выпусков в моем закрытых телеканалах появлялся. Сильно на лицо свечивает собака. Матвей, ты что, грызешь чупачупсы нормальные? О, да! А что такого? Я тоже чупачупсы люблю грызть, именно. Ну, а мне уберет потом за собой, что кинул. Ну, по телеистории есть еще что-нибудь? Я даже не... Что это такое? Замечательно. Да. Ну, это всегда, как я знаю, это всегда в выпусках. Давайте поговорим мало тем про телеисторию. Ну, это, к сожалению, да, так, потому что, ну, за неделю не особо много успевает набраться новостей. Да и все-таки, по сути, телеисторик-то я... А, точно. Вспомнил кое-что. Сегодня же день рождения у знаменитого писателя Петура. Ну, вы знаете, он озвучивал в Галилее, он озвучивал в фильмах. Это один из любимых, вроде как у Антона. А я люблю из Галилео вот это, Галилео смотреть. Галилео? Что? Галилео. 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 Вот Галилео можно назвать ту версию, которая Макарони-то сделал. Галилео. Галилео. Хреново. Ну, я не знаю, а то... Знаем, знаем, знаем. Я вообще не смотрю как-то Галилео, наверное, по-моему, один из всех, то есть... Я обожаю Галилео. Да, ну. Я его смотрю. Да нет, нормальная программа. Я ее засматривал в нулевых. Вообще, это дыр. Сейчас смотрю. Передача-то, конечно, нормальная, но я не ожидал просто, что Матвей смотрит телевизор. Тихо, тихо. Я его на Ютубе смотрю. А, ну... Пофигу. Ну, что ж. Сейчас в основном все на Ютубе выкладывают. То есть все выпуски. Вот. И вырезки из основных выпусков, и сами выпуски. Это все выкладывают. Ну, естественно, на Ютубе смотреть удобнее, чем по телеку. Ну, как бы по телеку это... А можно переключить телек на Ютуб на телек? Ну, естественно. Ну, это если на телевизоре подключена такая функция. Ну, допустим. У меня, например, вот у меня, например, если я сейчас на камере покажу, какой телевизор, надо только на Ютуб туда тащить. Да не, не надо. Все равно не видно. Да хваптик. Не знаю, видно там или нет. Сейчас, я, погасите, камеру направлю. Давай, бери уже свою Балтику. Вот там, вот там, вот там. Точнее, Баварин. Видите? Старый. А? Где? Да ё-моё. Вон, видите? А, да-да-да-да, вижу. На таком телевизоре точно Ютуб не запустишь. Ну, да. Не, ну, если найдутся какие-нибудь отдельные уникумы, может там, как, что-то там, которое встроит, не знаю, тогда может быть. Ну, возможно, в конце концов, я вообще на эту программу, на компьютерную инженерию. Может, потом настрою. Так, ну, что ещё интереснее? Ну, 20 минут мы просто едут и страдаем. А ты думаешь, в предыдущем выпуске мы не фигнёй 20 минут страдали? Ну, к сожалению... Понятно же, на чём наша пародия основана. Там и Светлаков, и остальные тоже фигнёй страдали. Ну, логично. Так, это кто из нас кто? Я любой из приглашённых гостей. Это Цикало у нас, он молчит всегда, да. И отказывается сниматься постоянно, да. Ну, наверное, Кири у нас Мартиросян, либо Ургант. Илья у нас Светлаков, 100%. Я чё, Светлаков тоже ржал постоянно? Я не знаю, почему меня так прорвало. Я либо Мартиросян, либо Ургант. Илья реально больше на Светлакова похож, чем на остальных, кто в ППХ был. Реально. У Ильи такой взгляд неупребил. То есть, Илья у нас чаще всего никогда не в курсе. Всего можно происходить в программе. А так и есть, так и есть. Да тут вообще ничего не в курсе, что в программе происходит. Вот именно поэтому мы просто собираемся и болтаем ни о чём. Ну, точнее, я там в первый раз... Что ты творишь? Ты хочешь свою трубочку подстрелить? Ты чё там, пусть пулемётный выстрел? Ага, из лимонада. Это лучший выпуск в истории программы «Что ты творишь?» Ты чё пролить попытайся. Поэтому я сейчас болю, чтобы он пролил. Блин, у нас камера ещё... Лучший выпуск. Наоборот. Нормальный выпуск. Вон на Даниэле вообще куча проводов висит. И это не помню. Алло, мы тут на памятниках. Блин, походу, лимонад кто-то не закрутил. Ну да, я хочу домой. Всё, Бука. Я думаю, что... Да, лимонад! Нет, я её не забираю. Ну ладно. Матвей ходит. Лимонады не дай. Всё, ладно, на вам лимонад. Нет, себе забирай. Может, торже мне перешли, герпочки? Мне он не нужен. Это божественный выпуск, я 100% говорю. Интересно, на прожектор пиосинком бывало такое, что один из летучих просто решил свалить? Не знаю. Бывало, что опаздывал, это я помню. Я не все выпуски просто смотрел. Возьми. Я не все выпуски просто смотрел. Нет, возьми. Да, да, Илья, тебе это лимонад. Я-то сам покупал два. Это похоже на тот спор, помните, как между нами с Кириллом, за кусочек птицы. Это тебе. Хорошо. Вам оставляю. Это похоже на спор про кусочек птицы. Чего ты? Матвей, пока. Матвей, пока, мы же не увидимся неделю, пока. Домой. Мне в третий раз звонят, подожди. Боже, скажи, чтобы просто божественней передачи не найти. Ага. Просто одни фейлы, одни фейлы. Опять камера упала, это пикет какой. Боже, я не знаю, это будет лучший выпуск, выставить программу, согласен. Да что ты делаешь? Я не могу камеру нормально поставить. По крайней мере, по крайней мере, рейтинги точно повысятся. Во-первых, фейлы, во-вторых, я своих подписчиков привлеку посмотреть на то, как мы тут жжем ни над чем. Кстати, Сергей, предлагаю тебе вакансии постоянного ведущего. Как ты на это смотришь? Ну, тут все зависит от того, как у меня получится. То есть, как ты видишь, сегодня я вообще к вечеру совсем только смог освободиться. К тому же, я еще и стримы делать, и видео делать, и в ВКонтакте делать. И все это, так сказать, может иногда мешать мне. Тем более, что... Я тебя записываю в качестве пятого ведущего, а там уже как-то будет получаться. Ну да, но только если будет получаться. Окей, у нас... Ну, у нас пятый ведущий появляется, уже будет неплохо, да. Да. Вот так вот ты звездного гостя и превращаешься в ведущего. О, 4-4 ведущих, у нас 5 ведущих. Хрена. Мы переросли А4, у которого 20 лямов. Ладно. Очень смешно. Погоди. У него ведь... А, Егорик-то ушел точно. Давно еще. Они с ним поссорились. Точнее, Влад. И хрен поймет, почему. Вот именно. При том, что они этим... Моим тезкой пытаются его как бы заменить. Но, тем не менее, это не получается у них. Не, ну новый ведущий появился недавно. Сергей тоже. Ну... Да, да. Как бы... Это просто судьба. Два Сергея. Я вообще не понимаю, о чем здесь идет речь. Не, ну там... А, по 4, не смотришь, что ли? Там, я думал, уже весь... Я думал, уже все смотрят. А, нет, я в целом как-то блогер популярных-то я не смотрю. Ну, не считая тебя. Ну, и Мяч Продакшн, пожалуй. Что ты меня популярным блогером считаешь с моими 5000 подписчиков? Не, ну, в принципе, я их популярно смотрю только как Кекер и Мяч Продакшн. Не, ну, когда доели меньше раза в 4, так... Тогда... Какие 4? Какие 4? У него полторы. У него сейчас в 2 раза будет меньше. Алло. Так, вроде бы... 1600 с чем-то. А, ну, бездолго. Ну, я говорю, скоро уже дойдет до того, что будет у него в 2 раза меньше. Еще 1000 набрать и все, и вот ты будешь... Начнешь меня догонять. Хотя, я к тому времени, наверное, уже 7 наберу. Я уверена, абсолютно. Ну, вообще, почти догнал кое-кого. Это Антона Городецкого. Это была моя давняя мечта. Его обогнать, нет, нет. О, да. О, да. Его обязательно нужно перегнать. Особенно с его накрученными подписчиками. Он... Ну, сейчас, что? Значит, у меня вроде 30 или 20, и у него 70. У меня разница в 40, что ли, подписчиков или 30, я не помню. Нет, конечно. О, ты... С ума срой, с ума сошел. Ну, знаешь, у меня с вами, значит, сразу шутка. Вот такая старенькая, довольно. В общем, помню, когда только мои одноклассники, то есть они о нем частично знают. В четвертом классе, типа, они начали разговор о Ютубе. И об Антоне сказали так. Тони Блэйк, он тогда, что-то не Блэйком был, сам на себя с тысячей аккаунтов подписался. А, он сейчас... Оооо. Почему мне сразу вспомнился ранний период существования моего канала? Потому что у меня тоже было несколько фейковых аккаунтов, с которых я поддерживал сам себя. Какой я был дурак. Илья, который сидит, смотрит на нормальных людей. 85 подписчиков. Ну... А, 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 что, а что такого? А то, какого? Думаешь, что... Да, конечно, безобидно, у тебя все подписчики набрались после того, как ты начал, почти все, после того, как ты начал снимать активно в апреле. Телеисторией заниматься там. Чем еще заниматься там? Играми? Не, я не понимаю. У меня самое популярное видео, это заставка танцев со звездами, где 186 просмотров. Танцы со звездами. Еее. Ну, танцы со звездами, это, наверное, самое популярное, что есть у Даниэля и у всех нас. Потому что и у меня тоже у них довольно высокий рейтинг. Если я сейчас найду его, так, погодите. Да, там 2000 с чем-то, я каждый день смотрю наши видео, которые мы вместе сделали, ну, точнее, не смотрю, а, скорее, комментарии проверяю. Кстати, сейчас же будет снимать... Ну, 4700, если... 4700, если говорить про... Какая-то жесть, мне спамеры, короче, сейчас какие-то опять звонят на Билай, они просто достали меня уже. Сейчас, как бы тут поставишь. Да, это серебка на черный список есть, кидай всех туда, я всех так делаю, в итоге у меня уже давно нет таких звонков. Хоть у меня и телесвар. Боже, я не знаю, это что за... Ну, ладно, у нас уже очень мало времени, но... Так, всё, нормально? Ну, давайте ещё минут пять о чём-то поговорим и закончим. Ну, блин, я не знаю, снимать дальше летсплей или не снимать? Не знаю. Кстати, это ж прямой эфир сейчас будет. Напишите вот прямо сейчас, вот в прямом эфире. Вот напишите, вот сюда вот, слева, ну, наверное, вот сюда вот всё-таки. Вот... Да такое... А там уже некуда писать, Ютуб же удалил эту возможность голосование вставлять. А не голосование... Я имел в виду чат написать. В чат, да. А, чат, в чат, в чат премьер, я понял. А то я уж подумал, что ты имеешь в виду голосование, которое Ютуб удалил. Вот зачем? Зачем? Серьёзно? Ютуб удалил голосование? Ну, он удалил голосование, которое можно встраивать видео, вот, сверху-то, справа. То есть, смотрю я теперь старые видео ютуберов, где они призывают проголосовать, а там них хрена нету. Ну да, капец. Они удалили, мол, им мало пользовались ими, что ли, хотя я так не считаю. Да ладно, блин. А почему тогда они творческую студию на новую обновили, которая до сих пор ещё не починена? Тоже мало пользовались? Ну, не знаю. Мне кажется, новая версия именно творческой студии сам по себе нормальная. Вот новая версия, ну, выкладывать видео, она не особо такая с компанией. Вот именно поэтому я и продолжаю записывать всё с телефона, потому что там нормально выкладываются видео. Ну, я как-то, наверное, с июня прекратил активно запись видео с компов и начал тоже на телефоне монтировать. Я только вот, получается, за всё это время только дважды видео с компа записывал. Одно из них про заставки танцев со звёздами, вот, которые я позавчера, не, вчера, ну, тогда позавчера уже, получается, да, на момент выхода видео выложил. Ну, я вообще думал, что как только я куплю ноутбук, я сразу перейду на него делать видео. Но с обновлением творческой студии, я так подумал, а нахрена, если её так обновили, что вообще стало невозможно выкладывать? И поэтому решил отстаться на телефоне. К тому же я уже привык за почти пять лет существования канала. Ну, да, серьёзно, мы бунтовали на YouTube, чтобы его... Нормально удаляли каналы избирательно, то есть не Царьград, а Терроплей ТВ там. Конечно. Сейчас Антон чувствует, так будет бомбить у него. Извиняю, мы ж ему хотели отомстить. Ну да. Пранкануть его хотели. Да, он же ж тебя хотел ещё пранкануть. Ой, а в итоге взяли и его пранканули. YouTube, задумайте, задумайте, чтобы удалить Терроплей ТВ. Так, продолжаем. В общем, давайте финальную тему, а то я вот хотел прийти домой и сразу лечь спать, чтобы завтра с утра нормально к селу подготовиться. Нет, нифига, похоже, я буду весь вечер монтировать вещи, наверное. Что ты сразу лечь спать? Ты в восемь часов хочешь лечь спать? Ну, что такого, я хочу завтра в шесть утра встать, чтобы уроки сделать с утра, чтобы в селе имени заниматься. Слушай, а чего ты летом-то учишься? Чего ты там изучаешь такое? Я так и до сих пор не понял. Мама у меня тоже самое спрашивает. Ну, вообще, конечно, два урока, ну не знаю, считать их за урок или нет, это телеистория и футбол. Ага, конечно, отличные уроки. Это не всё. Русинский, шведский, я вот начал изучать. Какой русинский? Ты чё не знаешь, русинский язык. Русинский язык. Язык, который владеет свыше 100 тысяч человек, имеет государственный статус на Украине, в Польше, в Венгрии, входит славянскую в этих языках, в восточный славянскую, братский язык, белорусский, русский, украинский. Наконец-то. Окей. Ничего не понял, но очень интересно. Сейчас еще лимонад упал, хорошо, что никто не понимает. И ковер сзади есть. Слушай, а давайте скинем лимонад во враг. Давайте, я согласен. Он, походу, сам скатится. Ага. Ну, что еще? Значит, психология. Это сейчас еще я вспомню. Нет, ну, может... Психология? Ты мой. Нет, это такая психотерапия. У нас на первом курсе это такая хрень была. Я не понимаю, как тебе это интересно. Мне психотерапию нужно выучить, чтобы Даниэля лечить. Литература, шашки, шахматы, это все-таки тоже... Шашки, это не урок вообще. Ну, вообще... Шашки играть, это просто тун-тун-тун-тун. Если в шахматы хоть посложней... Да сейчас, да сейчас. Ты говори с тем, кто в шахматы умеет играть по-нормальному. Ну, конечно, не на уровне гроссмейстера. Это понятно, опять-таки. Сейчас, секунду, мне звонят. И что там, программа за съемкой? Сейчас, мне звонили. Так, а если... Что, в шахматы я тоже учусь играть? Я тоже хочу пойти с следующего года на именно нормальный кружок. Не учиться с компьютером. Не знаю. И не играть с самим собой. С компьютером учиться, это та еще байда. Я помню, уже, наверное, с первых занятий начала обыгрывать компьютер. Да. То есть, когда я с первых занятий не обыгрывала компьютер. Наверное, там, пару раз только, по-моему. Я не знаю. У меня как-то то ли совпадало все, то ли даже я один раз простейшим матом его взял. Ну, этим, в три хода-то. Да. Серьезно? Детским? Ну. Детским? Я не знаю. То ли команда так ему подалась, то ли... Я не знаю. Детский мат получился прямо. Наверное, это самый нижний уровень компьютера был. Ну, знаешь, на... Ну, может быть. Я не помню, как я его настраивал. Это был еще старый ноутбук. Сейчас же у меня новый. Знаете, можете, если хотите играть в шахматы, можете переходить на... Сейчас. На сайт либо chess.com, либо LeChess. Там тоже. А, а я через Chess Titan цвучусь. Лучше... Ну, ладно. О, Chess Titan. То есть, встроенная Windows 7, я так понимаю, которой. Да. Играть можно через LeChess. Просто у меня на Win10 его уже нету. Как ни странно. Лен, я не понимаю, как может у какого-то гроссмейстера лучшего в LeChess, ну, на этом сайте... Это Сергея? Фамилия... А, нет, а, да, извини. По-моему, Карлсон. Ну, ладно. Замечательная фамилия. Карлсон. Это Ник. Открой секрет. Не факт. Ладно. Ну, на этом мы, наверное, будем заканчивать консер. Откорелось. Всем удачи, всем... Ну, что ж, с вами были... Сергей ВТВ, Даниэль ДД и... Илья. И умерший недавно господин Матвей Лукьянов. Ну, что ж, друзья, на следующей неделе мы не знаем, будет ли у нас выпуск или нет. А, телефон вырубился. Идеально. Ну, с Сергеем поговорить больше не получится. Да, у нас все равно же сейчас уже конец выпуска был. В общем, на следующей неделе, я надеюсь, все будет нормально. И у нас выпуск состоится. И надеюсь, что... Скорее всего, здесь. И надеюсь, что и с Сергеем тоже. Ну, а на этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok